Всем привет! Меня зовут Виталий. Я представляю проект DIBOT, который реализует проект по связи с аналитикой в открытых данных. Проект является эволюционным предложением проекта информационно-аналитической системы 027, которая разрабатывалась в первую инкубацию. Поисковая часть этой системы, которая по определенным зародным критериям пользователям выдавала информацию о публичных финансах, сейчас реализуется аналитическая система, которая позволяет более наглядно и визуально представлять информацию о сфере публичных финансов. Также на основе этой системы, которая уже действует, проводятся административные расследования, не берем такой антикоррупционный механизм, как расследование. Проведено два этапа конкурсов, и система поисковая и аналитическая уже показала свое практическое применение. Суть проекта BIBot позволяется на церковой транзакции, это тендер-контракты и платеж, которые визуально соединяются и позволяют проводить электронные расследования и реализировать финансовые связи и бюджетные платежи за контракты. Проблема, которая решает проект, это отсутствие подобных сервисов в Украине сейчас, представление достоверных данных и то, что население представляет сути этих открытых данных, и дать общедоступный инструмент, который позволял бы наглядно и визуально работать с данными открытыми в сфере публичных финансов. Целую аудиторию проекта являются журналисты, детективы на ВУ, МВС, общественность, громадские организации, административные компании, аналитичные центры и бизнес. Ну, журналисты, как я уже выше говорил, активно работают с системой 07, проводятся журналистские расследования. Также система была представлена в НОБУ, где аналитики НОБУ с ней работают, и будет какой-то практический пункт предоставлено скорого времени. Команда у нас большая, есть руководитель проекта, есть команда разработчиков. Также в команду консультируют и поддерживают журналисты, финансисты и журналисты. Оценка рынка о компаниях в секторе публичных финансов количественно не представлена. Она у нас представлена в виде такого вот, как бы, наглядного графического слайда. И уже по развитию рынка есть большинство компаний, которые являются нашими партнерами и вместе работаем в этой сфере. Основные конкурентные преимущества проекта перед конкурентами – это стерилизация на публичных финансах, большая чёткая экспертиза, наявность уже работающей веб-керсии, и в ботах, которые представлены в мессенджере Телеграм, которые тоже используются уже и журналистами в журналистских проследованиях. Этапы развития проекта – инкубация, тестирование, интеграция, проведение на базе системы конкурса электронных проследований, введение об эксплуатации и монетизация. Монетизация – это как бы в 2019 году. Результаты, которые запланированы на этот год, это увеличить количество посетителей на сайте номер 7 и, скажем так, увеличить больше потенциальных пользователей проекта. Бюджет проекта приблизительно рассчитан и на разработку своего самого продукта, запланирован, и на его регламу, проведение айвентов, которые бы популяризировали в проектах СМИ, так и будут печатать издания. Ну вот есть практический пример, как исполняется продукт. Это вот в конкурсе, в конкурсе расследовали, он не проводился, он, как бы, в третьем этапе фондовских расследований был, была покупка парка автомобилей дорогих парковок. Сделано в три клика и, как говорится, представлено наглядное и заступное. Проводится у нас постоянный мониторинг уже постоянных посещений на фортал Мангельсей. То есть количество посещений в день и демография по регионам, по возрасту проводится. И визуально как бы тоже уже представлено и есть. То есть это как бы потенциальные клиенты или потенциальные пользователи системы, существуют гражданских активистов, иммуналистов, которые пользуются МОЛИСЕМ. Это в системе проводится авторизация, и эти данные технические прокуратуры связываются. Ну вот мы выделили себя в проект МОЛИСЕМ, который позиционируется среди других участников, в нашей группе, в нашей группе, в нашей группе, в нашей группе, в нашей группе. То есть мы как бы ближемся к уникальности и к лидерству на этом. Ну и вот как биографическая иллюстрация, которая символизирует суть проекта. Это гражданский активист, который кидает коктейль, интеллектуальный коктейль БИБОТ. И таким образом происходит контроль власти. У вас первый раз был вопрос, что значит этот значок, да? В принципе, он символизирует вот такой вот коктейль, который, интеллектуальный коктейль, да? То есть который кидается в ту область. В принципе, всё. Вопросы есть ли? Есть ли? Есть ли? Вопросы есть ли? Нет. Да. Вопросы есть ли? Вопросы��는 компьютеры останется, да?